Евгения – акушер-гинеколог. После окончания вуза она переехала в Авдеевку по программе привлечения врачей при фронтовые города. Из-за интенсивных обстрелов девушка перебралась в соседний Покровск, но своих пациенток из Авдеевки не оставила. Третий месяц российские оккупационные войска и боевики ДНР обстреливают Авдеевку из всего доступного вооружения, в том числе и авиацией. В городе отсутствует водоснабжение. Газ и электроэнергия есть только частично. Не работают аптеки и магазины. 26 апреля обстрелу подверглась и территория городской больницы. Евгения говорит, что без современного оборудования работать сложно, но возможно. Это какой-то фонарик и работаем. Все-таки лекарь – это такая профессия. Мы обязаны оставаться. Мы не имеем права покинуть свою работу и своих людей, потому что им вообще будет нужна помощь. И что тебе делать, как выезжают все. Руководство Донецкой области просит жителей эвакуироваться. Но в Авдеевке все еще остается много людей, в том числе и беременные женщины. С момента полномасштабного российского вторжения в Украину повреждены 324 больницы, из которых 24 уничтожены до основания. Несмотря на то, что международное право подразумевает особый статус и защиту больниц, врачей и пациентов во время войны. Российские оккупанты и боевики ЛДНР не стесняются обстреливать как жилые многоэтажки, садики, школы, так и больницы, в которых находятся пациенты и доктора. Какой страх в рисунке. Но нужно всегда думать о самое лучшее. Если мы помогаем людям, люди за нас молятся, и Бог с нами. Было такое, что попадали под обстрелы? Было. Было несколько раз. Но я до этого отношусь с позитивом. Такой должен был быть опыт, чтобы знать, что делать в какой-то ситуации. Будет мир, будем работать, будем отбудовывать. Это будет Украина. В департаменте здравоохранения Донецкой области заявили о недостатке медперсонала и квалифицированных врачей, так как часть докторов покинули регион. Субтитры создавал DimaTorzok